Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Без пяти минут трагедия. В Бобруське мальчик выпал со второго этажа. Задача родителей всегда, чтобы дети находились в поле зрения. Спасение утопающих. За полгода в стране утонули 136 человек. Трель были пьяны. Мы уже смотрим на них и понимаем, мы уже видим будущее. Сколько удалось спасти и как часто уносит жизнь Березина. Очумелые ручки. 67-летний спортсмен создал домашний тренажер. Здесь я начинаю с нулевого килограмма. Что в комплекте и как работает новинка. А также юные парламентарии, спасатели в детском лагере и середина лета. Когда вернется жара, метеорологи обрадовали прогнозом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В стране выздоровели 56 379 пациентов, у которых ранее подтвердили коронавирус. Зарегистрированы 65 443 человека, заболевших COVID-19. Лаборанты провели 1 151 734 теста. Эти данные приводит Минздрав. Между тем, свыше 2000 человек уже прошли медреабилитацию в здравницах Синеокой. Эта цифра растет каждый день. Люди восстанавливаются и в РНПЦ, медэкспертизы и реабилитации. В апреле заведение перепрофилировали для ковидных пациентов. С 20 мая подключились центры оздоровления, которые курируют Минтруда и соцзащиты. У нас вся аппаратура и все физиовлечение направлено на обезболивание. При заболеваниях опорно-двигательная система, ну и плюс еще сердечно-сосудистая у нас тоже как бы воздействуется. Ну магнит вот после таких вот простудных заболеваний очень хорошо снимает воспалительный процесс. Средств индивидуальной защиты достаточно вакцинации в перспективе. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Он отметил, в стране налажено производство антисептиков и масок. Система здравоохранения в полной мере справляется с задачами, которые возникли с учетом эпидситуации. В то же время борьба с коронавирусом не повлияла на качество оказания медпомощи другим пациентам. Минздрав разработал рекомендации по мерам профилактики инфекции на выборах президента. Экспертная группа предлагает избирателям во время посещения участков надевать защитные маски и перчатки. Лицо открывать лишь по просьбе членов комиссии, паспорт показывать на расстоянии в развернутом виде. Ставить подпись в журнале и заполнять бюллетень собственной ручкой. Можно воспользоваться и общими письменными принадлежностями, предварительно обработав поверхность антисептиком. Во время голосования на дому всем участникам также рекомендуется соблюдать респираторные этикеты, социальную дистанцию. Члены комиссии будут оставлять урну у двери, отходить на полтора метра. После завершения процедуры обрабатывать ящик без раствором. Выборы президента пройдут 9 августа. Проголосовать досрочно можно будет с 4 по 8 число. Роковое истечение обстоятельств. Лишь с начала лета дети выпадали из окон за десяток раз. В 2019 в стране зарегистрировано свыше 15 инцидентов. В чем причина и как защитить своих чад от внезапной смерти? Репортаж Анастасии Шевцовой. Трагедия произошла в этом доме. Из окна спальни на втором этаже выпал двухлетний Денис. Как выяснилось позже, малыш облокотился на москитную сетку. Та не выдержала вес ребенка. Мальчик камнем полетел вниз. По словам матери, в день трагедии она вышла из комнаты, чтобы намочить тряпку. Оставила сына на пару минут. В этот промежуток времени мальчик и выпал. Он выжил, получив лишь ушибы и ссадины. Соседи уверяют, причин сомневаться в словах хранительницы очага нет. Семья не лагается никогда ничего. Спокойные такие. Особо не общительные такие. Это уже без малого седьмой случай падения ребенка из окна за лето в стране. Основная причина происшествий, по версии инспекторов, невнимательность родителей. Дети в этом возрасте очень подвижны, любознательны, эмоциональны. У них отсутствует жизненный опыт. И, следовательно, у них отсутствует чувство опасности. Поэтому задача родителей всегда, чтобы дети находились в поле зрения. Скажем так, на вытянутой руках. Когда взрослый может предупредить трагедию. Производители окон озаботились безопасностью подрастающего поколения. Предлагают сразу три вида систем блокировки. Можно установить ручку, которая открывается исключительно ключом. В наличии накладной или врезной замок. А также с тросиком. Москитная сетка, отмечают консультанты, не лучший предохранитель. Дети ложно полагают, что это некий барьер, некая опора. И опираясь на эту москитную сетку, просто опять же могут вылезать из окна. Москитная сетка выдержит, в лучшем случае, полтора-два килограмма нагрузки. За 2019 год дети выпадали из окон свыше 15 раз. В октябре двухлетний мальчик из Бобруйска пролетел сразу пять этажей. Приземлился на кусты. Они и смягчили падение. Обошлось без серьезных повреждений. Эксперты обращают внимание. За ребенком нужен глаз да глаз. Особенно во время летних каникул. Дети не ищут опасности. Они просто играют. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Кража со взломом. Трое молодых людей взламывали машины, доставали детали. Бобручане орудовали в Рогачеве. В местной РОВД поступило 10 заявлений о том, что ночью неизвестные вскрыли капоты «Жигулей» и похитили аккумуляторы. Оперативники выяснили, троица работала быстро. Пока один открывал и удерживал капот, второй откручивал или снимал клеммы с батарей. Третий уносил добычу в свой автомобиль. К слову, тоже «Жигули». Подозреваемых установили в тот же день. Их задержали в Бобруйске. Здесь же нашли похищенные запчасти. Возбуждено уголовное дело. Стали очевидцем происшествия. Бьетесь над решением наболевшей проблемы. Есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруйск 360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. На грани жизни и смерти за полгода в стране утонули 136 человек. Спасли чуть больше 60. В том числе 8 детей. Эксперты выяснили, треть погибших были пьяны. Как вести себя на воде и что делать в экстремальной ситуации. Сотрудники освода встретились с молодыми бобручанами. Подробности знает Мария Бушкевич. Когда училась плавать, я тонула там несколько раз. Ну, живая, живая, слава богу. Был случай, когда мы с семьей и с друзьями были на речке в районе Белых Песков. И когда мы с детьми играли в мяч, я попала в яму. Там была моя одноклассница, и вот она видела, что меня с течением носит, и она меня просто достала из воды. Она умела плавать. Бобруйск, спасательная станция номер один. С начала купального сезона из водного плена здесь освободили 16 человек. Из них 11 несовершеннолетних. По статистике, чаще всего тонут люди в нетрезвом состоянии и дети, оставленные без присмотра. Чтобы предотвратить беду, спасатели пообщались с юными бобручанами. Нельзя без родителей ходить на речку. И если ты не умеешь плавать, нельзя заходить выше пояса, чтобы не утонуть. И когда ты попал в водоворот, нужно опустить на глубину, толкнуться и плыть по течению ближе к берегу. Я узнал, что не надо паниковать, если ты не чувствуешь дна, как выбраться из водоворота. Еще, что если ты не умеешь плавать после пояса, не надо уходить, это течение унесет. Мне понравилось, как рассказывали про баллоны и что я маску надевала. И еще, мне понравилось слушать. Школьникам беспрекрасно рассказали о том, как шалость оборачивается трагедией. Краткий курс безопасности на воде, викторина и шквал вопросов. Больше всего внимания детей приковало снаряжение водолазов. Примерить захотел каждый. Костюмы для любых температурных условий, ботинки, перчатки и ласты. В комплекте также акваланг и грузы весом 25 килограмм. Достаточно тяжелые. Опытный водолаз наденет это снаряжение за полминуты, когда на кону жизнь человека каждая секунда на счету. Зона действия станции – 1200 метров в обе стороны. Акватория Березины хорошо просматривается. Матросы-спасатели меняются на посту каждые два часа. Как обстановка? Все спокойно. Бающихся нет. Хорошо, продолжаю наблюдение. Конец связи. Когда море по колено, работники станции признаются, тех, кого придется спасать, распознают с первого взгляда. Мы когда сидим на вахте, люди подъезжают возле мечты, там шашлычница есть. Мы уже смотрим на них и понимаем, мы уже видим будущее. То есть это уже наши клиенты. Пока нам удается, так сказать, предугадать, предсказать и вытащить наперед. Дни безопасности на воде с участием летних лагерей спасатели станции проводят ежегодно. Научить с малых лет в приоритете. За прошлый год у нас было на станции спасено 24 человека, из них 18 детей. Предупреждено было 50 человек, из них 42 ребенка. Иногда в воде бывает уже слишком поздно. Вот и стараются спасатели еще на берегу донести важную и нужную информацию. Ведь правда говорят – предупрежден, значит вооружен. Мария Бушкевич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Мастер-организатор и укладчик-упаковщик двое бобручан стали членами молодежного парламента при национальном собрании. Что в планах у избранников знает Анастасия Пахлёстова. Помощь в разработке законопроектов, участие в заседаниях депутатов и работа на благо города и страны. Двое бобручан вошли в состав молодежного парламента при национальном собрании. Анастасия Гайшун и Кирилл Валькевич в начале года были выбраны в аналогичный орган при областном совете депутатов. Теперь шагнули на уровень республики. Молодежный парламент – это консультативно-совещательный орган. То есть он только вносит предложения. От нас палата представителей, совет республики ждет именно обратной связи, чтобы мы принесли мнение, принесли какие-то проблемы и пути их решения. Кирилл Валькевич работает сменным мастером участка вулканизации завода крупногабаритных шин. Молодого человека избрали заместителем председателя комиссии по здравоохранению, спорту и туризму. Кирилл – чемпион Белоруссии, мастер спорта по армрестлингу. Несмотря на то, что республиканский совет собран меньше месяца назад, у парламентариев есть конструктивные предложения, готов план работы на второе полугодие. Хотим внести такую статью, как социальный туризм, что позволит нашим молодежи более экономично посещать уголки нашей Родины. Будем заниматься реализацией проекта о подготовке к семейной жизни у учащихся, у учебных учреждений Республики Беларусь. Будем заниматься реализацией проектов в создании молодежных кемпингов, различных хостелов. Коллеги называют новоиспеченного специалиста целеустремленным. С первых дней он себя проявил как активный молодой человек с активной гражданской позицией, принимает во всех мероприятиях участие, спортсмен. Кирилл – очень добросовестный человек, но он, в принципе, такой добрый, отзывчивый. К нему всегда можно обратиться с какой-либо просьбой. Анастасия Гайшун стала членом комиссии по образованию, науке и культуре. Девушка работает укладчиком-упаковщиком первого цеха на красном пищевике. Уже 15 лет занимается вокалом, пела в росах. Мы очень хотим создать именно такое место в областных городах, в регионах, чтобы были именно те места, где может собираться молодежь и проводить какое-то свое время. В принципе, у нас молодежь легкая на подъем. И именно завести, навести, направить в правильное русло, и мне кажется, все будет хорошо. Начальство и коллеги уверены, Анастасии удастся совмещать работу на предприятии и в парламенте. Работник она хороший, справляется со всеми обязанностями, активная, певица, везде успевает. Во-первых, очень замечательный человек, добрый, отзывчивый. К своему делу она всегда подходит с чувством, с толком, с расстановкой. В Бобруйске также действует молодежный парламент при городском совете депутатов. В составе 52 человека. Бобруйская молодежь, она активна, она убеждена в том, что действительно она может многого добиться. Полномочия созыва 2020 длятся два года. За это время парламентариям предстоит осилить большой объем работы и на уровне республики, и на местах. Анастасия Пахлёстова, Андрей Богдан, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. Поступление без экзаменов, запрещенный урожай и цена на социально значимые товары. Как за полгода изменилась инфляция. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. Александр Лукашенко провел встречу с активом Витебщины. В частности, обсудили строительство кольцевой дороги вокруг областного центра. Модернизацию нафта на ход уборочной кампании. Президент обратил внимание на уровень зарплат в регионе. Также глава государства поучаствовал в открытии Полоцкого путепровода. За полгода инфляция составила более 3%. В то же время, заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, социально значимые товары подешевели. Аналитики ведомства обратили внимание, рост в пределах нормы. До конца 2020-го инфляция должна сохраниться на отметке в 5% пунктов. Почти две тонны конопли уничтожили в Калинковичском районе. Общая площадь посева составила без малого полтора гектара. Для ликвидации дикорастущего растения привлекли спецтехнику и работников местных сельхозпредприятий. В стране установлены перечни специальностей, на которые абитуриентов возьмут без экзаменов. В списке колледжей 25 направлений, в том числе технология машиностроения, горные машины и оборудование, агрономия. В графе для вузов 28 позиций. Среди них зоотехния, ветеринарная медицина, лесное хозяйство. Витебск собирает друзей. В город на Западной Двине приезжают представители власти, гости фестиваля и артисты из разных стран. Открытие 29-го Славянского базара состоится 16 июля. Форум продлится до воскресенья. На конкурсе эстрадной песни нашу страну представит Роман Волознев. На следующей неделе специальная комиссия проверит готовность школ и гимназии к новому учебному году. Об этом заявили в управлении образования горосполкома. За время летних каникул в учебных заведениях области провели капитальные и текущие ремонты, закупили мебель, обновили материально-техническую базу. На эти нужды из регионального бюджета выделили свыше 11 миллионов рублей. Также пустили в оборот средства из местных резервов, привлекли спонсоров. Аттестацию должны закончить до 1 августа. На форум уранницы тетрадки с 1 августа многодетным начнут выплачивать матпомощь к новому учебному году. Родители получат деньги на каждого ребенка, который получает общее среднее образование. Пособие перечислят на счета заявители, открытые в Беларусьбанке. Чтобы получить помощь, всем им нужно обращаться в учреждение образования. Полезный хендмейд ремесленник из Бобруйска предлагает альтернативу занятиям в фитнес-клубе. Мария Бересневич заглянула к опытному спортсмену и протестировала его тренажер. Рельефный пресс, подкачанный бицепс и закаленный дух. Анатолий Кучинский – живое доказательство. Спорту все возрасты покорны. Мужчине седьмой десяток. Ветеран атлетического движения, неоднократный победитель городских состязаний. На турнире по жиму лежа выполняет упражнения со 120-килограммовой штангой. Поддержим, поддержим, поддержим. Это всегда бодрит и выводит на лучший результат. Есть! Занимается два раза в неделю. Тренировки держат в тонусе. Уже полтора года Анатолий Кучинский не ходит в тренажерный зал. Достойную альтернативу разработал сам. Устройство прочное, детали изготовлены под заказ. На нем можно сделать все, что можно делать со штангой. Ну вот что для молодого человека, например, любого, ну чтоб смотрелось. Это что? Ноги, грудь, спина, бицепс, трицепс и плечо. Универсальный эспандр просто в использовании. Нагрузка не хуже, чем в фитнес-клубе, уверяет спортсмен. Приспособление позволяет выполнять упражнения в любом месте, дома и во дворе. Нагрузка регулируется. Тренажер компактный, разбирается на части. Всего четыре элемента. Эспандр, чем я, например, нормально им. Если штанга, ее положил, во-первых, положить надо на плечи. И присел, она давит. Здесь я начинаю с нулевого килограмма. Ничего, присел, ноль и начинаю делать. Заниматься с универсальным эспандром могут и взрослые дети. Например, можно подкачать бицепс. Сэкономить на абонементе в зал, который в год обойдется в несколько сотен рублей, может любой. Универсальное устройство стоит 40 рублей. Автор разработки гарантирует, тренажер прослужит долгие годы. Все подробности по телефону указанному на экране. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Квесты, подарки, фонтаны из пожарного рукава. Бобруйские спасатели заглянули к воспитанникам лагеря «Шинник». Максим Кембель знает, как это было. Пять команд, столько же локаций и лишь один победитель. Дети разгадываются гадко, стреляют по мишеням из водного пистолета, пытаются закатить шарик в лунку. Все усилия ради одной цели – разгадать шифр безопасности. Акция направлена на профилактику, на предупреждение детской гибели на пожаре по причине детской шалости с огнем. Бобруйские спасатели приехали в оздоровительный лагерь «Шинник». Для более чем 100 ребят это настоящий праздник и возможность блеснуть знаниями по правилам безопасности. Спасибо сотрудникам МЧС, что они проявляют большое внимание к детям, то, что проводят различные квесты, различного вида соревнований, спортивного плана. По итогам квеста определили лучшую команду, остальные участники не повесили нос. Сотрудники МЧС объяснили – победа не главное. Всем вручили конфеты и полезные буклеты. Не обошлось и без сюрпризов. Импровизированный фонтан произвел настоящий фурор. Спасатели развернули пожарный рукав и пустили по нему воду. Что еще надо для счастья детям? Очень красиво было и интересно. Фонтан мне очень понравился, было очень классно и круто. Было очень классно, высоко и очень мокро. Игры в режиме онлайн, творческие и спортивные конкурсы, акция «Каникулы без дыма и огня» в разных форматах шагает по стране. Вскоре Тушилкина из Бобруйска навестят воспитанников мечты. Максим Кембель, Андрей Богдан. Бобруйск. 360. Куда уходит лето? Сезон отпусков достиг экватора. Сегодня в Бобруйске было облачно с прояснениями. Преобладал северо-западный ветер. К трем часам на улице потеплело до плюс 19. И после температура пошла на спад. Надолго ли тренд знает Анастасия Шевцова. В страну возвращается теплая погода, заявили специалисты Белгидромета. Уже в четверг циклон, несущий северный воздух, сместится и перестанет оказывать влияние. Ночи останутся прохладными. Обещают 8-15 градусов тепла. Днем будет плюс 21-27. На завтра метеорологи вынесли желтое предупреждение. По юго-западу страны прогремят грозы. Усилится ветер. Индия под натиском проливных дождей. Они привели к переполнению одной из крупнейших рек Азии – Брахмапутры. От наводнений пострадали 26 районов. Бедствие омрачило существование свыше 2 миллионов человек. Стихия унесла 77 жизней. Непогода накрыла и Подмосковье. Ливень размыл региональную дорогу. Три деревни и четыре дачных поселка оказались отрезаны от внешнего мира. В ближайшее время там оборудуют временный мост для пешеходов. В ликвидации последствий ливневых дождей задействованы 32 единицы техники и 128 специалистов. Завтра в Бобруйске будет облачно. Осадков не ожидается. Ветер в основном северо-западный – 3,5 метра в секунду. Днем столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла. Ночью опустится до 15 со знаком «плюс». Анастасия Шевцова, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Сразу после нас сирена. Главное ЧП за неделю. Страшная правда из жизни города. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин